Меня уже хорошо представили. Меня зовут Юрий Статный. Я из Молдовы. Закончил Кишиневский медицинский университет. Скоры мои вы видели. Поступил в этом году в больницу в Нью-Йорк. Сент-Берлин Бест Хоспитал. И с июня начинаю работу. Поэтому, имея большой опыт в материалах USML. Попробую на основе этой презентации показать разницу в подходе к определенным топикам. На примере ВИЧ. Что больше спрашивают на первом степе, что больше спрашивают на втором. Итак, приступим. Давайте начнем, чтобы чуть-чуть растрясти, начнем с небольшой задачки. Я буду задачку зачитывать на английском. Вы, пожалуйста, пишите вариант ответа. А 36-year-old man comes due to 1-month history of diarrhea, abdominal distension, and sweat events. Over this period, he has lost 6 kg in developed night sweats and occasional arthritis. His temperature is 37.5. Blood pressure normal. Pulse 1-4. Reparations normal. Physical exam shows enlarged non-turner cervical inguinal lymph nodes. A small ulcer is seen in buccal mucosa. ВИЧ у нас здесь имеет светское подозрение, что у этого пациента ВИЧ на основании симптомов, как мы видим. То есть, потеря веса. Мы видим диарею. То есть, скорее всего, это острый аритровирусный синдром. Да? Acute HIV. То есть, мы видим по типу мононуклеоза симптомы. Да? То есть, мы видим лимфоденопатию. Как будем начинать диагностический алгоритм для этого пациента? Как в месяц? То есть, я буду мать. Сейчас имеется ввиду именно диагностический алгоритм по поводу ВИЧ. Такие основные базовые анализы, как общий анализ крови, да, это понятно, но из вариантов мы пока говорим о диагностике ВИЧ. Да, то есть на общем анализе крови там может быть лимфопения, тромбоцитопения. Кто еще продумает? Значит, многие годы, да, то есть золотым стандартом для диагностики ВИЧ считалось начинать Элайза, да, то есть он определял только антитилак ВИЧ, но он не мог определить антигены, да. То есть раньше золотым стандартом было, начинаем с Элайза, потом подтверждаем Вестерн Блот, потому что Элайза имеет максимальную чувствительность, да, то есть он определяет всех больных практически с ВИЧ, да, а Вестерн Блот он оставляет только больных. Но в последние годы появились более новые тесты, то есть это четвертое поколение иммунологических тестов, да, то есть которые в отличие от Элайза они определяют не только антитила, но и антиген P24, да, это самый первый антиген, который становится положительным в крови у ВИЧ-инфицированных. Поэтому, как бы сейчас золотой стандарт, это начинают с комбинированного теста, да, антигена, антитела, после этого уже делается дифференцировка, да, потому что существует HIV-1, да, это более частый серотип вируса, HIV-2, и после этого уже делается ПЦР, да, то есть Вестерн Блот сейчас тоже не рекомендуется по всем новым гайдам. Ну хорошо, сейчас это еще подробнее разберем. Итак, что такое ВИЧ? То есть сейчас пока что более базовые знания для того, чтобы вы ощущали разницу между разными степами, то есть это больше материал первого степа, да, то есть вас его будут там больше спрашивать. То есть ВИЧ – это ретровирус, да, я пока читаю, напишите, какой еще вы знаете ретровирус. То есть это ретровирус, да, то есть он RNA положительный, он имеет две копии, да, то есть это тоже для дифференцировки, часто на первом степе вас попросят дифференцировать вирусы между собой. То есть не так много вирусов, РНК-вирусов, они имеют несколько копий, то есть это исключение, это вирус гриппа, это буни-вирус, да, и некоторые другие. Напишите, какой вы знаете пока еще ретровирус. Значит, по патогенезу что происходит? Вирус троппинг CD4 положительным Т-клеткам, да, Т-лимфоцитам, он попадает в клетку, проходит свой цикл развития, да, то есть из РНК, да, так как это РНК-вирус, формируется уже ДНК, да, он встраивается в нашу клетку, активно реплисируется, то есть производится, да, и затем клетка входит в инфицированную Т-клетку, да, она входит в фазу, когда клетка разрушается, и за счет этого вирус по организму распространяется, да, и может заразить новые клетки. И достаточно часто падает, достаточно быстро падает уровень CD4 клеток, да, то есть где-то 50-100 в год, да, то есть норма где-то 60-1000. И, следовательно, от нормы до уже проявления симптомов, да, ВИЧ спит обычно проходит 5-10 лет. И важно понимать, да, что ВИЧ сам по себе он не убивает, да, то есть убивают инфекции, которые за счет того, что он ослабляет организм. По поводу передачи мы тоже тезисно разберем, то есть, как видите, самый, самый высокий риск передачи ВИЧ, да, это при использовании игр, да, у людей, употребляющих инъекционные наркотики, да, либо, допустим, у медработников, если случайно происходит контакт с кровью пациентов. И сексуальный контакт, особенно, что касается анального контакта, то есть чаще встречается в повышенной группе риска, да, это гомосексуальные мужские пары, но даже в последние годы определяется тенденция, что сейчас даже чаще выявляется ВИЧ у гетеросексуальных пар, да, то есть даже несмотря на то, что есть у нас выше риск, но тенденция такая. И также очень высокий риск перинатальной передачи, да, то есть от матери беременных в воду, да, то есть около трети. Поэтому очень важно тоже, мы это сегодня разберем, какое менеджмент ведения беременности у больных ВИЧ, потому что, как видите, при должном лечении этот риск снижается до менее чем 2%, да, то есть он минимальный. И, как видите, еще очень высокий риск передачи с грудным молоком, то есть отсюда вывод, что ВИЧ-инфицированные матери, даже получающие лечение, они не должны кормить ребенка грудью, то есть ВИЧ это основное противопоказание кормления грудью. Немножко про структуру вируса. Значит, мы разберем основные белки, да, то есть это GP41, вот он у нас, то есть это практически один из первых, то есть этот белок, он отвечает за начальные фазы проникновения вируса в клетку, да, то есть он, есть у нас GP120, да, который прикрепляется к CD4 клеткам, и GP41, он отвечает за то, чтобы вирус в эту клетку попал через клеточную мембрану. И также еще очень важен P24 белок, да, то есть P24 антиген, как мы уже говорили, это самый первый антиген, который у ВИЧ-инфицированных в крови проявляется, да, и отвечает тоже за активную фазу болезни. И также, для чего нам это нужно знать, то есть не только для того, чтобы забить голову теории, да, потому что, зная структуру, мы можем понимать, какие у антиретровирусной терапии цели, да, для лечения. И как существующие, так и потенциальные, да, которые можно в будущем изучать, чтобы найти еще более действенное лечение для ВИЧ. Значит, из основных ферментов, которые участвуют в развитии ВИЧ, да, это обратная транскриптаза, да, то есть, которая делает из РНК вируса ДНК, да, и после этого уже имея ДНК, дальше, как в норме, уже транскрибируются аномальные белки, но для того, чтобы этот ДНК получить, ВИЧ сначала должен сделать свой ДНК, да. Также очень важные два фермента, это интеграза, из названия легко понять, да, что она интегрируется, она помогает вирусу интегрироваться в геном клетки хозяина, и протеаза, то есть, она отвечает за сбор вирионов, да, и за взросление вируса. И вот эти вот два фермента, да, их нужно знать, потому что есть две группы препаратов, которые воздействуют именно на них, да, для того, чтобы понимать, на что нацелено лечение. Также более low yield, так скажем, не часто тестируемая информация, еще существует NEFGEN, то есть он отвечает за то, чтобы сформировалось меньше среди 4 клеток, и для того, чтобы на поверхности этих клеток не образовывался комплекс гистосовместимости первого типа. Вы знаете, что практически на всех клетках организма, да, есть комплексы гистосовместимости, да, которые помогают иммунной системе при взаимодействии с ними понять, то есть это нормальная клетка или с ней что-то не так. Если она, допустим, чувствует, что там вирус, да, то через эти комплексы гистосовместимости то запускается апоптоз этой клетки, да, и без этого гена, и этот ген делает так, чтобы этих комплексов гистосовместимости экспрессировалось меньше, да, то есть, чтобы скрываться от иммунной защиты. Также еще важно из структуры знать два корецептора, которые участвуют в взаимодействии вируса с иммунными клетками хозяина, да, особенно обратите внимание на CCR5, да, он экспрессируется на макрофагах, то есть он отвечает за то, чтобы макрофаги, чтобы они взаимодействовали с другими иммунными клетками, да, то есть, допустим, с теми же Т-лимфоцитами. И очень интересный момент, который нужно знать, то, что есть люди, у которых существует мутация вот этого CCR5 корецептора, и если это гомозиготная мутация, да, то есть на обеих пар хромосом, то эти люди, они не восприимчивы к ВИЧ. Если это гетеро-зиготная, то есть только половина хромосомного набора имеет мутацию, то у этих пациентов наблюдается более спокойный, гораздо более медленный курс болезни. Поэтому это тоже интересные факты. Как бы почва для очень многих исследований, для того, чтобы наконец-то побороть эту проблему. Как видите, то есть здесь у нас есть график, да, как в течение лет этот вирус себя проявляет. То есть мы видим здесь, что с начала заражения, да, то есть идет резкий рост вирусной нагрузки, да, то есть именно в этот период проявляется острый ретро-вирусный синдром, о котором мы поговорим дальше. Затем заболевание входит в латентную фазу, да, которая, как видите, может длиться годами, да, это может быть 5-10 лет. И затем уже все это время, как видите, уровень CD4 падает, вот он у нас тут красный. И как видите, когда он падает уже до уровня менее 200, напомню, норма 600 тысяч, то отсюда уже считается AIDS, спида, то есть отсюда уже проявляется более характерная картина, то есть больше портунистических инфекций. И, как видите, еще в течение курса болезни, да, мы говорили, что P24 антиген, он с самого начала времени активной стадии болезни, он растет, да, он не пропадает. Но как только ослабевает иммунитет, да, то антитела к этому P24, они постепенно падают. Почему? Это происходит, потому что, так как вы знаете, что IgG антитела, да, то есть они наблюдаются при хронических заболеваниях, не как IgM при острых, да, и для того их секретируют B-лимфоциты. То есть для того, чтобы B-лимфоциты секретировали IgG антитела, они должны взаимодействовать с T-клетками, T-хелперами, да, и как раз-таки за счет того, что ВИЧ, он снижает количество СД-4 положительных лимфоцитов, T-хелперов, да, за счет этого снижается продукция иммуноглобулина G. Не то, как ВИЧ, в принципе, ко всем заболеваниям, тем самым делая организм еще более предрасположенным к инфекциям. Да, и как видите, тоже интересный факт, что IgM, он при этом не воздействует на IgM, потому что для его выработки не нужны T-клетки. Вот. По поводу острого ретровирусного синдрома, то есть он обычно проявляется через где-то месяц после инфекции. Он проявляется, в первую очередь, как мононуклеоза-подробный синдром. Какие вы еще знаете, кроме ВИЧ и мононуклеоза, я имею в виду и вирусы Эпштейн-Бар, и цитомегаловируса, которые могут вызвать мононуклеоз. Что еще может вызвать мононуклеоз на подобный синдром? Не совсем. Ну, да, то есть биосимптомы, да, то есть еще биосимптомы при депутите В, при лимфомах встречаются. А из инфекционных заболеваний? Токсоплазмоз тоже. Да, то есть из инфекционных это мононуклеоз, либо Эпштейн-Бар, либо цитомегаловирус ВИЧ, либо токсоплазмоз. И тоже, хоть это и очень схожие проявления, но их можно между собой дифференцировать, потому что, допустим, боль в горле, да, то есть именно оральные симптомы, они наблюдаются при, если мы говорим про мононуклеоз, это вирус Эпштейн-Бара, либо при ВИЧ, да, то есть они очень редко встречаются при цитомегаловирусном мононуклеозе. Да, что еще может дифференцировать ВИЧ от других видов, от других состояний, которые дают мононуклеозоподобный синдром, это гастроинтестинальные симптомы, да, то есть это диарея, к примеру, она более свойственна ВИЧ, то есть как это нам позволяет легко заподозрить. И также еще встречается генерализованная макуэпокулезная сыпь, либо другие виды сыпи, но это как бы самое частое проявление, как бы такая триада. И если мы выявляем ВИЧ, да, ну, в три стадии, естественно, мы поговорим о лечении тоже чуть позже, то есть нужно начинать лечение, не дожидаясь. И что еще важно, это оповестить партнеров пациента, да, то есть, допустим, для ДИСМЛИ, почему еще вот мы выбрали эту тему, потому что на ее примере можно интегрировать много других дисциплин, то есть, да, допустим, даже этика, то есть, если вы будете вызывать ДИСМЛИ, высока вероятность, что вам попадется кейс, да, что пациента нашли ВИЧ, и он не хочет говорить об этом своему партнеру, да, и что вы должны делать. То есть нужно всегда сначала убедить пациента, чтобы он своему партнеру сказал, потому что он все-таки ставит его в опасность. Если он этого не хочет делать, то уже нужно либо самому связаться с его партнером, да, либо высшестоящей инстанции, которая занимается контролем заболевания, то есть это как бы не считается тем, что вы нарушаете конфиденциальность. По диагностике, то, что мы говорили, да, то есть мы начинаем всегда с комбинированного теста, да, это четвертого поколения иммунологический тест, то есть он определяет и антиген, и антитела, да, но он очень слабо дифференцирует ВИЧ между собой. Этот тест заменил Элайза, который использовался до этого. Если он положительный, либо если тест будет отрицательный, но у нас как бы вся симптоматика на лицо, мы все равно уверены, что у пациента ВИЧ, да, то есть нам нужен тест со высокой специфичностью, подтверждающий. То есть в этом случае мы уже делаем дифференцированный иммунологический тест, да, чтобы определить, все-таки это ВИЧ-1, который более частый, либо второй, да, и Western Blood не рекомендуется по последним гайдам. Также важно учесть, что так как на выработку антител требуется время, да, это может быть от трех недель до месяца двух, то часто эти пациенты также они попадают в так называемый период окна, да, да, наподобие как у гепатита В, то есть у этих пациентов, у них не выявляются антитела. Поэтому если мы подозреваем острый ретовирусный синдром, мы также должны делать ПЦР, да, потому что он измеряет именно вирусную нагрузку. То есть ПЦР используется при остром ретовирусном синдроме, да, он используется при скрининге новорожденных у ВИЧ-положительных матерей, да, по той же причине, потому что новорожденные, они в очень малом количестве вырабатывают иммуноглобулинжи, да, то есть и практически весь иммуноглобулинжи, который у них циркулирует, это материнский. То есть нельзя дифференцировать это у ребенка действительно есть ВИЧ, и он передался от матери. Поэтому детям до 18 месяцев, да, до 1,5 лет тоже важно делать ПЦР. И также используется ПЦР для оценки вирусной нагрузки, да, для мониторинга эффективности терапии. По скринингу. По последним рекомендациям, если вы видели какие-то материалы для подготовки к ВИЧ-млеве, все предыдущие годы писали от 15 до 65 лет, да, но сейчас по новым рекомендациям после исследования было принято решение, что скрининг должен начинаться с 13 лет. от 13 до 65 лет, как бы, каждый пациент, он должен хотя бы раз получить скрининг от ВИЧ, да. То есть либо это пациенты с любой новой инфекцией, передающейся полным путем, да, сифилис, гонорея, хламидия. Это мы говорим про единовременный скрининг. Также вы можете видеть здесь, как бы, группы с повышенным риском, да, это люди, употребляющие инфекционные наркотики, гомосексуальные мужские пары, работники секс-индустрии, да, и так далее. То есть эти люди, они должны получать скрининг каждый год. И также важно помнить, что факторы риска для ВИЧ, они очень схожи с факторами риска для гепатита В. То есть если мы видим кейс, где мы должны скринить на ВИЧ, мы не должны забыть также скринить и на гепатит В. И также по поводу дополнительных скринингов, да, то есть при беременности, не важно, получала пациентка скрининг до этого, либо нет, всегда, то есть скрининг на ВИЧ, он входит в первые три места в скрининг, да, и в соответствии у медработников при контакте с инфицированной кровью. ВИЧ диагноз AIDS-спид ставится при количестве среди 4 клеток меньше 200, да, то есть когда реактивируется протоконистическая инфекция, да, либо, если мы видим, если эти инфекции налицо. И также важно помнить, что такие заболевания, как туберкулез, да, частый герпес, шинглосы в ворице лозостры, да, и повышенная склонность к любым другим бактериальным и грибковым инфекциям, а также рак, они встречаются гораздо чаще даже у пациентов с CD4 больше 200, да, то есть независимо от количества CD4, пациенты с ВИЧ, они предрасположены к этим инфекциям. Давайте тогда разберем заболевания, которые уже отвечаются в зависимости от уровня CD4, да, то есть мы начнем с уровня CD4 меньше 500, как только он пересекает границу нормы, то есть у этих пациентов чаще встречается оральный кандидоз, и тут нужно делать, легко сделать диагноз с вирусом Эпштейн-Бара, который дает очень похожую картинку клиническую, то есть вся разница в том, что, допустим, при манипуляциях вот эти налеты кандиды, они очень легко убираются, да, из языка, с полости рта, а вирус, при вирусе Эпштейн-Бара это сделать гораздо сложнее, да, то есть какие бы манипуляции вы ни проводили, эти изменения остаются, то есть можно дифференцировать даже таким простым путем. Также при уровне CD4 меньше 500 у этих больных чаще уже встречается саркома капоши, да, вызванная вирусом HHV8, это тоже семейство герпес-вирусов. Что интересно, что саркома капоши, она практически встречается только у больных ВИЧ, которые получили ВИЧ при половой передаче по непонятным причинам, да, то есть пациенты, которые заразились, допустим, при обмене иглами, да, при использовании инвекционных наркотиков, они практически не встречаются у них саркома капоши. И важно дифференцировать, потом будет фотография, важно дифференцировать саркома капоши с таким заболеванием, как бы, целиарный ангиоматоз, да, потому что они частенько выглядят очень схоже, но, как бы, есть небольшая разница. Во-первых, саркома капоши, да, она имеет такой более пурпурный цвет, то есть это, она является сосудистой опухолью, чаще всего она поражает кожу, но также и гастротестинальный тракт, да, то есть может, допустим, быть причиной желудочно-кишечных кровотечений, да, так как это сосудистая опухоль, эндотерий сосудов нестабильна, да, и повышена склонность к изъездению и кровотечению. И что важно, что при биопсии мы увидим лимфоцидарный инфитрат, да, так как это вирус, потому что на вирусы больше лимфоциты реагируют, да, а в случае с бациллярным ангиоматозом, вызванным бактерией, да, там будет нитрофильный инфитрат. И также у пациентов CD4 меньше 500. Очень агрессивный себя ведет вирус попилобы человека. И вследствие, как вы наверняка знаете, что так как HPV, он является очень сильным фактором риска для развития squamous cell карциномы, да, ануси, пенисе, шейки, матки, да, то также у этих больных очень сильно повышается риск squamous cell карцинома. Дальше, перейдем к CD4 менее 200. Здесь уже у этих больных встречаются такие грибковые инфекции, как гистоплазма, да, то есть, как видите, симптомы неспецифичные, да, это лихорадка, потеря веса, общие симптомы. Это может быть одышка, они часто вызывают пневмонию. Поэтому давайте обратим внимание на более специфичные симптомы, которые помогут нам выявить, что это именно гистоплазма, заподозрить. Да, то есть нужно обратить внимание на панцетопению, что у этих больных часто панцетопения за счет того, что гистоплазма, она поражает кост и мозг в том числе, да, и гепатоспленомегалия, опять же, за счет поражения костного мозга, да, то есть печень, селезонка, они пытаются на себя взять функцию костного мозга, да, плюс как бы иммунный ответ, и за счет этого возникает гепатоспленомегалия. И на гистологии, да, если вам, допустим, для экзамена дают гистологический препарат, очень легко гистоплазму дифференцировать, да, то есть вам дадут макрофаг, наполненный гистоплазмой, да, то есть вот так выйдет у нас нормальный макрофаг, и внутри цитоплазмы много-много гистоплазма. Дальше, нужно дифференцировать две основные причины нейрокогнитивных расстройств у больных ВИЧ, да, это ВИЧ-деменция, как бы она бывает разных тоже фаз, да, то есть она может быть и синтематичной, легкой, средней, и в итоге она проводит деменции, да, то есть мы из специфичных проявлений, на что нужно обращать внимание, на изменения личности, да, на поведенческие изменения, моторные симптомы могут встречаться, и, как правило, для развития ВИЧ-деменции требуется много-много лет, да, то есть мы можем заподозрить ВИЧ-деменцию в случае, если у нас, допустим, пациент старше 50 лет, да, у него история ВИЧ, там, допустим, 20 лет, вот, и еще можно дифференцировать ее по МРТ, так как поражения, да, они диффузные в мозгу, и они более симметричные. Дифференцировать нам нужно ВИЧ-деменцию от прогрессивной мультифокальной лейканцефалопатии, да, вызванной реактивацией JC-вируса, да, то есть это тоже портонистическая инфекция, у нормальных людей она никогда не проявляется, но у ВИЧ-инфицированных может. Симптомы достаточно схожи с ВИЧ-деменцией, да, также наблюдается атаксия, могут быть судороги, но дифференцировать очень легко, да, на МРТ, потому что здесь мы уже видим асимметричное поражение, в отличие от ВИЧ-деменции. И также у пациентов с CD4 меньше 200 чаще встречается пневмоцистоз, да, пневмоцистез жировечия, мы о нем поговорим тоже чуть-чуть позже, но, то есть это причина, по которой больным с CD4 меньше 200 они должны получать профилактику в виде триметопримасов и медоксозов, да, именно для профилактики пневмоцистоза. Ну вот, давайте разберем один кейс по пневмоцистозу. Значит, 28-летний Африкан Американ приходит в отделение скорой помощи из-за того, что в течение двух недель у него была субфибрильная температура, кашель и усталость. У пациента в анамнезе использование инъекционных наркотиков и множество сексуальных партнеров. Он не всегда использует презервативы, он также отмечает, что у него был эпизод пожелтения кожи после того, как он ел бобы, фазобинс. Во время физикального осмотра мы выявляем белые налеты, которые легко снимаются лопаткой. При аскультации мы видим биолатеральные хрипы, мы видим следы от использования инъекционных наркотиков, а рентген легких у нас есть, да, то есть мы видим классический ground-less opacity, матовое стекло, да. Какой следующий шаг? Анализ индуцируемой мокроты, бронхо-эбиолярный лаваш, КТ, быстрый ВИЧ-тест, азитромицин, левофоксацин. Напишите ответ, пожалуйста. Продолжение следует... Ответ здесь у нас A, да, то есть важно знать, многие ответили быстрый ВИЧ-тест, да, то есть впоследствии этому пациенту нужно будет сделать ВИЧ-тест, для того, чтобы подтвердить, но в данный момент как бы нас интересует именно пневмония, да, потому что нам может очень тяжело протекать, нам нужно лечить пневмонию, потому что даже без ВИЧ-теста, да, мы можем очень легко заподозрить, что у пациента и так есть ВИЧ, да, у пациента есть факторы риска, у пациента есть кандидоз, да, поэтому... и мы видим матовое стекло, да, которое чаще встречается тоже у ВИЧ-инфицированных, поэтому ВИЧ-тест мы будем делать потом, и тем более быстрый ВИЧ-тест, да, он как бы не такой точный, мы, наверное, все-таки будем делать, как мы до этого разбирали, комбинированный тест антиген-антитела, да, поэтому для диагностики пневмоцистоза самый точный считается бронхо-аллиоярный лаваш, но так как эта процедура достаточно инвазивная, да, то есть всегда первый шаг в менеджменте, это, кстати, классический вопрос, на первом степе тоже можно попрашивать, но это даже больше для второго степа, это анализ индуцированной мокроты, да, то есть мы специально вызываем мокроту, можем дать пациенту гипертонический раствор, да, то есть для того, чтобы вызвать мокроту отделением, и добываем мокроту, ищем пневмоцисту там. Если у пациента эта процедура проходит неуспешно, уже в этом случае мы делаем бронхо-аллиоярный лаваш, и это, скорее всего, нам даст диагноз. Обратите внимание, это первый сейчас вопрос, у нас сейчас будет вторая, обратите внимание на кейс, да, обратите внимание на то, что у него было в истории, что у пациента после того, как он ел бобы, была желтушность. Тот же пациент спьютом индукшен не сделали, поэтому был проведен бронхо-аллиоярный лаваш, да, то есть то, о чем мы только что говорили. Выявили мы пневмоцисту, ВИЧ-тест у нас положительный, газово-артериальной крови показывает парциальное давление кислорода 68. Какой ваш следующий шаг? Как будем лечить? Тримитоприм сульфамидексозол, примитоприм сульфамидексозол плюс хероида, пентамидин, пентамидин плюс хероида, клинтамицин плюс примакуин, амфотерицин B, перимитамин сульфодиозин, или начинаем антиретровирусную терапию. Да, точно не А, потому что, да, у пациентов, скорее всего, дефицит гликота 6-сосфат дегидрогеназы, да, мы это знаем из истории желтушности после употребления бобов. Как мы знаем, что у пациентов с гликота 6-сосфат дегидрогеназы дефицитом у них возникает демолиз из-за оксинданного стресса, который часто вызван препаратами, содержащими сульфатную группу, да, как бы из названия термитоприм сульфамидексозол, да, мы уже знаем, что нельзя. Отлично. Амфотерицин у нас тоже не подходит, он используется при других. Вариант G, он используется при чем? При таксоплазме, да, при таксоплазменном абсцессе мозга. Поэтому у нас остается три варианта, да, четыре даже. Антиретровирусную терапию мы не начинаем и сейчас, да, так как пациент, мы об этом тоже позже поговорим, но не начинается антиретровирусная терапия, если пациент ранее ее не получал, если пациент к нам приходит, да, то есть он в острой фазе какой-то портунистической инфекции. Почему? Потому что если пациент никогда не получал антиретровирусную терапию, то если мы назначаем эти препараты, иммунная система начинает перестраиваться и пароксизмально, то есть симптомы ухудшаются. Это называется Immune Reconciliation Syndrome, да, то есть мы сначала лечим то, с чем он к нам пришел, да, когда у него его пневмония станет легче, мы уже в том случае мы начнем антиретровирусную терапию. Но не сейчас. E тоже нельзя, потому что препараты антималярийные, они также вызывают оксидантный стресс у больных с дефицитом гликода 6,2, дигидрогеназа. И остается у нас два варианта, это D. Это чуть-чуть более сложный вопрос, больше для второго степа. Опять же для того, чтобы почувствовать разницу между базовыми знаниями, да, и что вас требует на втором, на третьем степе. Почему? Об этом все мы уже говорили, да, то есть делаем рентген, мы видим матовое стекло характерное, делаем сначала индуцированную мокроту, не получается делаем бронхоагриарный лваж, лечим. Значит, препарат выбора это триметоприм с луфами токсозол, обратите, как для лечения, так и для профилактики, да, тем, у кого среди 4 меньше, чем 200. Обратите внимание на характерную побочку триметоприма, тоже это хаилд вопрос, как на первом, так и на втором степе. Экзаменаторы хотят знать, что триметоприм может вызвать гиперкалиемию, да, которая будет проявляться мышечной слабостью, аритмиями. Вот, но мы помним, что нельзя давать препараты с сульфатной группы больным с дефицитом гликоза 6-сульфат и гидрогеназа, так же, как антималярийные. Поэтому у нас в этом случае остался только один вариант, это пентамидин, да, который не дает гемолиз у ДСХПД. И тоже такой интересный момент, хотя, казалось бы, хоть это инфекция, да, но выявили, что показания для стероидов, если у пациента при анализе газов артериальной крови парциальное давление кислорода меньше 70, да, у нашего пациента сколько там было? 68, либо при альвео-артериальном кредиенте он выше, чем 35, да, легко, кстати, запомнить, потому что 70 делить на 2 – это 35, то этим пациентам мы еще добавляем стероиды, да, то есть если бы у пациента, допустим, в этой задачке был бы, пилотут, допустим, 75, да, то мы бы в таком случае дали бы ему пентамидин, не было бы у него ДСХПД, мы бы дали ему триметоприм. То есть это такой более клинический вопрос, больше для 2 – 3 степа. Давайте следующую задачку. 43-летний мужчина приходит в клинику из-за лихорадки, ночных потов, усталости и прогрессирующих кожных поражений. Пациент утверждает, что кожные поражения начались как маленькие красно-пурпурные паповые, которые постепенно увеличились в большие узлы. У него история ВИЧ, но он не принимает должным образом антиретровирусную терапию. Его последний раз, когда он измерял клинику CD4, было 50 – 3 месяца назад. Температура 38, все остальное в норме. Мы опять видим white plaques, да, то есть мы думаем о кандидозе. Наблюдаем дипатоспленомегалию, видим поражения, да, мы видим их здесь на фотографии. Сети живота нам показывает поражение печени, да, то есть дипатоспленомегалии, и также видим еще какие-то очаговые поражения печени. Что, скорее всего, является причиной симптоматики пациента? Бартонелла, кандида, HHV8, микобактериум авиум интенсивуарем, да, МАК, инокардия, пневмоцистоз и ПОКС вирус. ПОКС вирус – это вирус оспы. Вирус оспы, но также еще к вирусу оспы относится еще к контагиозной моллюск. Да, мы о нем тоже позже поговорим. Он дает специфичные такие кожные поражения. Называется из центра умбиликейшн. Я не знаю, как это нормально на русский перевести, потому что умбиликус, вы знаете, это пупок. Как бы поражение с пупком посередине. Какой здесь ответ? Бартонелла… Да, пупка видна в давлении. Давно не читал по-русски просто. Это пупкос. Эйчич, Эйч, Эйce…, Эйвосемь, мы говорили, да, это сиркома капоши. и с чем мы должны дифференцировать в первую очередь. Помните, да, что срокома капоши она имеет более пурпурный цвет? То есть нам здесь нужно обратить внимание на что, во-первых, они часто очень бывают похожи между собой, здесь такая более классическая картинка, но срокома капоши, потом будет фотография, она имеет более пурпурный оттенок. Здесь мы видим больше в виде узла, мы видим, что он более ярко-красный, это больше характерно для бациллярного ангиоматоза. Также, как их еще можно дифференцировать, мы говорили, что срокома капоши, она в основном поражает кожу, может гастроинтестинальный тракт, то есть давать ЖКТ кровотечение. Здесь мы видим более системное течение, то есть мы видим системные симптомы, мы видим гепатоцепленомегалию, мы видим поражение печени, да, то есть это тоже более характерно для бациллярного ангиоматоза, да, который вызван Бартонева-Хенсела, тот же самый возбудитель, который вызывает болезнь кошачьих царапок, да, cat scratch disease. Вот. Давайте-ка, ну ладно, я потом покажу картинку. Значит, при CD4, мы все это время говорили CD4 меньше 200, кстати, теперь давайте поговорим о CD4 меньше 100. У этих больниц уже чаще встречается аспергиллез инвазивный, да, то есть он тоже дает неспецифичные симптомы, больше поражают легкие. Его можно дифференцировать тоже по кровохарканию, да, потому что он дает кровохаркание также как туберкулез, также как рак, вот. И еще на гистологическом... А, на рентгене тоже есть специфичные признаки, как можно заподозрить. Это признак ГАЛО, да, то есть у нас, допустим, вот допустим легкая, да, вот у нас есть поражение аспергиллы и вокруг нее такое как бы ГАЛО, да, типа свечения. То есть это характерный именно признак аспергиллы. И если вам дают гистологию, тоже легко определить аспергиллу на гистологию, потому что сам грибок, да, то есть вот это ветвление, оно происходит под очень острым углом, да, под 45 градусов. Уже, допустим, если другие грибки, они имеют более прямой угол, да, то аспергиллос он такой более острый. Следующий. Бартонелла Хэнсела, да, о котором мы только что говорили, который вызывает бациллярный ангиоматоз, да, то есть видите, что уже, в отличие от капоши, она больше вызывает более красные поражения, чаще вызывает поражения кожной в виде узлы, плюс, то есть плюс-минус еще и поражения внутренних органов, да, как в предыдущем кейсе. Кофеи, печени и так далее. То есть сопровождаются системными симптомами. И здесь мы уже видим на биопсии инфитрацию нитрофилами, да, мы помним, что в предыдущем случае, так как саркома капоши вызвана вирусом, да, там будет лимфоцитарный инфитрат. Здесь у нас бактерия, значит, соответственно, нитрофильный. Опять у нас кандидоз, да, но уже спускается ниже, на этот раз уже эзофагит. Мы об этом тоже подробнее поговорим по менеджменту эзофагитов у ВИЧ-инфицированных. Также еще у них очень тяжелые диареи, вызванные криптоспоридием, да, то есть криптоспоридия, она не вызывает очень серьезные диареи у людей со здоровым иммунитетом, да, то есть она даже входит в группу диареи путешественников, да, то есть там день-два. У ВИЧ-инфицированных это хроническая тяжелейшая диарея. Тоже нужно иметь ее в виду для дифдиагноза, потому что для нее тоже имеется специфичное лечение препаратом нитозаксонид, да, то есть обычный какой-нибудь там цифрофукцицина или метронидозол, который мы можем дать при гастроэндоритах, не поможет. Также у этих больных всегда нужно иметь в виду криптококовый менингит, да, то есть есть тоже определенные особенности, мы об этом тоже чуть позже поговорим, но этот менингит, который, в отличие от других причин, он как бы развивается подостром, то есть он может быть 2-3 недели с начала симптомов, как бы это тоже, если вы видите признаки менингита и увидите, что течение подострое, да, это первое, о чем вы должны думать, что это криптококок, и следственно проверить пациента на ВИЧ. И также еще для дифференцировки, для гистологии важно помнить, что этот грибок энкапсулированный, да, как бы это отличительная черта, потому что обычно капсула имеется у бактерий, да, то есть у таких бактерий, как криптококос, мемония, кликсиева, да, вот, ну вот еще у криптококка есть капсула, и для него существует, это больше на первом степе спрашивают, специфичный окрас Индия Инк, да, он будет давать вот что-то типа такого, да, то есть сам грибок, да, и капсула вокруг, но этот тест более, как бы, более старый, да, он менее чувствительный, поэтому тест выбора, это мы тестируем антиген криптококка в спинномодговой жидкости. Вот то, что мы говорили, чуть-чуть, чуть-чуть разница между саркомой капоши и бациллярным ангематозом, да, опять же, здесь такие более классические картинки, здесь мы их можем посмотреть, запомнить, дифференцировать, но, как вы понимаете, в жизни не всегда все так, хорошо, как на картинке, поэтому часто нам нужно делать биопсию и уже дифференцировать их на основании лимфоцитов, нейтрофилов, то, что мы до этого говорили. Давайте следующий кейс, он тоже состоит из двух частей. 34-летний мужчина попадает в день скорой помощи с тяжелейшей головной болью, вялостью, рвотой, температурой и расплывчатым зрением. Симптомы начались две недели назад, да, то, о чем мы говорили, и в течение всего этого времени прогрессировали, особенно последние два дня. Он использует индиционные наркотики, у него есть нингеальные симптомы, видим тоже опять oral thrush, да, кандидоз. И на анализе спины мозговой жидкости, да, мы видим повышенное давление, да, норма, если не ошибаюсь, до 250, да, то есть повышенное давление спины мозговой жидкости, повышенный белок, по-моему, норма УКО-50, сниженную глюкозу, лимфоцитоз, да, большое количество ликоцитов, да, то есть в первую очередь за счет лимфоцитов. И практически нет эритроцитов. Почему это важно? Потому что нам нужно дифференцировать, допустим, от герпесного энцефалита, менингита, потому что при герпесном энцефалите характерно большое количество эритроцитов в спине мозговой жидкости. Да, в чем мы дальше делаем? Цифтореаксон, ланкомицин, афатерицин, фуцитозин, ампицилин, кентомицин, ацикловир, или перепроверить, если у него ВИЧ. По поводу герпеса еще раз, да, вы помните, мы говорили, что при герпесе, да, при энцефалите герпетическом будет большое количество эритроцитов в спинной мозговой жидкости, да, то есть больше пяти. Поэтому, как бы, мы исключаем уже герпес как причину, да, нам, как бы, сейчас некогда перепроверять, есть ВИЧ или нет, потому что есть проблемы посерьезнее, да, то есть у нас остается три варианта. Цифтореаксон, ланкомицин, это препараты выбора, да, для обычного менингита, да, то есть не гриптококкова. Если бы, допустим, пациент к нам пришел не за две недели, у него симптомы, да, за пару дней, то мы бы думали на другие причины менингита, не гриптковый, да. В этом случае мы бы дали цифтореаксон и ланкомицин, но мы бы еще дали ампицилин. Почему? Потому что у ВИЧ-инфицированных тоже часто еще менингит вызван листерией, да, и нет цифтореаксон и ланкомицин, они листерию не покрывают. Поэтому мы даем ампицилин еще для пациентов с иммунодефицитом. Ампицилин, кентомицин, это лечение менингита у новорожденных, да, потому что новорожденным нельзя цифтореаксон, он дает желтуху, да. И поэтому у нас остается вариант амфотилицин-Б и фуцитозин. Амфотилицин, опять же, амфотилицин, он используется именно, очень отличный препарат, но он используется для тяжелых грибковых инфекций системных, да. Но именно важно это хаил тоже для ИСМИ, для первого, для второго, для всех степов, что нужно давать и амфотилицин в случае криптокока, и фуцитозин, да, именно в лострефазе. Тот же кейс, идем дальше. Сделали ему латекс-аглютинейшн-тест, да, спинномозговой жидкости, выявили криптокок, да, это метод выбора. Ему на фоне лечения стал лучше. Проверили CD4, у него 26. Что делаем дальше? Снижаем дозу препаратов, которые он получал, да, он у нас получал амфотилицин и фуцитозин. И фуцитозин, он, кстати, это как бы предшественник 5-фтор урацила, да, то есть мы даем фуцитозин, да, и он при взаимодействии с грибком, он превращается в 5-фтор урацил, противораковый препарат. То есть мы снижаем дозу, мы перестаем давать эти два препарата, даем флюканозол, повторяем любальную функцию, все убираем, отправляем домой, все убираем, даем амфотилицин. Да, вариант, ответ правильный B, то есть тоже нужно помнить, что больным с клетококковым именигзином, да, мы начинаем амфотилицин и фуцитозин, да, потом, когда они вылечились, они очень-очень длительное время, годами, они должны принимать флюканозол, да, то есть для профилактики. Повторные лимбальные функции, нам нет их смысла делать для подтверждения того, вылечился, нет, да, то есть мы это будем видеть по симптоматике. Можно делать повторные лимбальные функции иногда, потому что часто встречаются у больных с клетококковым именигзином, да, так как у этих больных очень высокое давление спидно-мозговой жидкости, да, то иногда им нужно делать повторные лимбальные функции, чтобы это давление снизить, да, то есть оно несет в себе симптоматический характер. Ну, вот, то же самое, мы уже, в принципе, обо всем этом говорили, да, то есть мы начинаем именно с антигена. По поводу India Inc, это больше для первого степа, да, чтобы ваше знание проверить, но используется антиген. Это гораздо быстрее и гораздо точнее, да, по поводу лечения мы тоже говорили. Еще раз напомню, обратите внимание, то, что это подострое в течение, да, он в течение двух недель прогрессирует. Отлично, идем дальше. Продолжим говорить о заболеваниях CD4 ниже 100, да, следующее у нас по счету это цитомегаловирус. Сразу сделаю поправочку, он даже меньше, чем 50, да, то есть когда прямо критически низкое количество CD4 клеток. Он может вызвать, как видите, и колит, и литинит, эзофагит, энцефалит, и пневмонию, да, то есть очень много заболеваний. Соответственно, что мы подозреваем? Для колита мы делаем эндоскопию. Мы будем видеть специфичные линейные язвы для ретинита мы делаем фундоскопию и так далее. На биопсии мы видим вирусные исключения, да, то есть это характерно для многих вирусных инфекций, что мы видим на биопсии внутриклеточные исключения. Но здесь у нас именно специфичные all-eye, да, как солиный глаз. То есть двойные, чем-то похожие на клетки риты Штермега при лимфоме Кошкина. И лечим либо ганцикловиром, да, то есть он более мощный, то есть такие тяжелые инфекции, как, допустим, энцефалит, да, либо валганцикловиром. Он как бы чуть-чуть менее действенный препарат. Дальше. Таксоплазмоз. Тоже очень важно о нем помнить. Почему? Потому что это самая частая причина ринг-энхэнсинг, да, то есть кольцевидных поражений в мозгу в ВИЧ-инфицированных. Да, как видите, самая частая причина это таксоплазмоз. На втором месте это CNS-лимфома. Поэтому мы должны, сейчас тоже об этом поговорим, но мы должны это иметь в виду. Если мы видим кольцевидные поражения в мозгу в ВИЧ-инфицированного, да, мы эмпирически начинаем лечить таксоплазму и мониторим. Если ему становится лучше, да, то как бы у нас есть диагноз, нам нет смысла биопсию делать в мозге, да, как бы это травматично. Зачем? Если уже не помогает, мы уже делаем биопсию, да, и исключаем лимфому, вызванную вирусом Эштейн-бара. И напомню, что также еще Эштейн-бар часто ассоциирован, кроме лимфом, он также ассоциирован с назофаренгиальной карсиномой. Тоже хаилт вопрос для ЕСМЛИ. И следующий, также как и цитомегалобиус при CD4 меньше 50, МАК, то есть это нетуберкулезная микробактерия, авиам-интрацелуария, да, то есть у нее просто огромный спектр симптоматики, да, она может проявляться. Это изолировано, как диарея, могут быть системные симптомы, тоже вовлечение костного мозга, да, панцетопения, как при гистопозмозе. Поэтому, как бы, самое основное, что она позволяет ее заподозрить, да, это количество CD4. Видим, что очень низкое, меньше 50, да, мы должны об этом думать и давать специфическое лечение. Лечится она клавитромицином и этом бутолом. Давайте следующую задачку. Значит, 28-летний мужчина приходит в офис к вам из-за того, что у него были двухминутные эпизоды подергивания в левой руке. Также у него ежедневные головные боли в течение нескольких недель ассоциированы с тошнотой. У пациента в анамнезе ВИЧ, и он принимает лечение. Три месяца назад его CD4 был 46. Температура повышена, все остальное в норме. Сила в левой руке 4 из 5, да, то есть снижена. И арифлекция повышена. Норма 2+, да, у него 3+. На МРТ мы видим ринг-энхэнсинг виженс, кольцевидные, да. Особенно в области базальных ядер. Что делаем дальше? Да, не будем терять время, мы только что об этом говорили, это легкий вопрос. Да, то есть, скорее всего, так как мы из эпидемиологии знаем, что самая частая причина ринг-энхэнсинг виженс это таксопознос, да. Да, мы поэтому лечим таксопознос, даём сульфодиазин и пирамидамин. Даём в течение двух недель, да, мониторим. Если не помогает, уже исключаем лимфому путём биопсии. И почему я подчеркну, обратите внимание, что таксопознос, он именно любит зоны, да, то есть базальных ядер. То есть, если, допустим, лимфома может быть, вообще лимфома, она чаще единичная, да, кольцевидные затемнения, то таксопознос, прошу прощения, он чаще множественный. И он, вот как видите, он больше любит зону, где проецируется базальный ядер мозга. Следующая задачка. 45-летний мужчина приходит к нам в офис из-за того, что у него месяц интермитирующая кровянистая диарея, большего те потери веса. Он был диагностирован ВИЧ 2 года назад, не принимая отвлечения, температура повышена, всё остальное в норме. Мы наблюдаем в средней степени тяжести шейную лимфотенопатию. И также наблюдаем неявно выраженную напряжённость в левом нижнем квадранте живота CD4-28, что являются причиной диареи. Криптоспоридиум, который мы говорили, что часто у больных с ВИЧ длительный тяжёлый, цитомигаловирус, энтомеба, амилдный гастроэнтерит, геардия, изоспорок, саркома капоши или микобактерия, амилдный гастроэнтероцилуария. Ещё авто, как думает. Значит, ну, сейчас мы это подробнее разберём. На что нужно обращать внимание? Во-первых, обращайте внимание на CD4, да? То есть мы, если видим очень низкий CD4, мы должны подозревать, как бы, самое плохое. То есть, естественно, при таком низком количестве CD4 могут встречаться и состояния, которые встречаются при более высоком количестве, да? То есть, тот же, допустим, криптоспоридия, да? Она встречается у больных CD4 меньше 180, изоспорок CD4 меньше 100, энтомеба, геардия тоже, они встречаются при любых количествах CD4. Но обращайте ещё внимание на то, что это кровенистая диарея, да? Из всего, что здесь вызывает кровенистую, мы можем выделить только цитомегаловирус, только амебный, энтомеба хистолитика, да? Ну, возможно, капош, саркома капоши, да? Мы уже говорили, то есть, если она находится в ЖКТ. Энтомеба, мы уже говорили, что она, ой, цитомегаловирус, он при среде 4 месяца 50, но, как бы, это такие более явные КРУ. Что нам ещё позволяет заподозрить, что это именно он? Вот, давайте разберём. То есть, криптоспора, да, о которой мы говорили, да, видите, что она при среде 4 меньше 180, как бы, в ней специфично, кроме этого, мало что есть. То есть, мы видим хроническую диарею у больного ниже 180, но, допустим, выше 50, когда мы не ожидаем увидеть цитомегаловирус, да, или МАК, то мы будем думать, что это, скорее всего, это криптоспоридия. Да, мы сделаем, мы сделаем анализ, мы увидим кислоты устойчивые к криптоспоридию и дадим нитазоксинит. То есть, микроспора, да, то есть, она при среде 4 меньше 100, она, если честно, low yield для ESMLE. Важно обратить внимание, что из всех частных причин диареи у ВИЧ-инфицированных, она единственная, у кого нет температуры, да. Мы видим температуру здесь, видим здесь, видим здесь. При микроспоре, микроспоре или изоспоре температуру не дают. И две основные, которые нам надо тоже уметь дифференцировать, это МАК и цитомегаловирус, да, потому что они оба встречаются при критически низком среде 4. Вот я подчеркнул, для того, чтобы не запоминать все, да, потому что информации и так много, нам нужно уметь хотя бы запоминать отличительные черты. У микобактериума авиаинтрицеллари, да, наблюдается наивысшая температура из всех, да, то есть декоратка выше 39 градусов. А цитомегаловирус, как видите, то есть все симптомы, которые есть сверху, да, у других причин, все также присутствуют здесь. Но единственная отличительная черта – это гематокезия, да, то есть кровь в стуле. Не у одной из этих они гематокезию не дают. Да, и у нашего пациента что было? Блоди-диория. Тоже надо иметь в виду. Следующий. 35-летний мужчина приходит к врачу с болью при гладании и загрудинное жжение в течение недели. Он ВИЧ-положительный, сидит 4 месяца назад, будет 90, не принимает препараты, температура, давление, все нормально. Опять у него тоже white wax, да, кандидоз, потому что они из-за ремоуэбл, да, не так, как вирус Эпштейн-Бара, который дает лекопатию. Что делаем дальше? Да, то есть боль при глотании. Делаем биопсию, ну, эндоскопию, биопсию, в общем, обследуем флюконозол, вал-цикловир, да, который у нас для герпеса, гамцикловир для цида мигаловируса, или начинаем антивитровирусную терапию и наблюдаем. Пишем, пишем. Тут важно запомнить, да, то есть по тому же принципу, то есть мы уже понимаем с автоматикой, да, что это эзофагит, да, то есть за грудинная боль, боль при хватании, и тут тот же принцип такой же, как и при таксопозмозе, да, то есть мы знаем, что самая частая причина кальцевидных поражений мозга это таксопозмоз, да, нам незачем сильно обследовать, мы сразу лечим, да, и то же самое здесь. Мы знаем, что самая частая причина эзофагита у ВИЧ-инфицированных это кандидозный эзофагит, да, то есть нам нет смысла его пока что мучить эндоскопией, мы даем ему флюканазол, а исключением будет, если он, то есть это пациентам говорит, что у него есть боль при глотании, да, но если основная жалоба становится, что экстремальная боль, да, то есть он вообще не может есть, то есть невыносимая боль, то это больше характерно для цитомигаловируса, и в этом случае мы начали бы с эндоскопии, да, особенно если бы у него не было кандидоза полустирта, а так как у него уже есть кандидоз полустирта, да, то есть мы знаем, что это самая частая причина, не настолько выраженная боль, как бы мы можем начать лечить эмпирически. Если поможет, станет лучше, так же, как и сапозмозом, мы правы. Не помогает, уже делаем эндоскопию и лечим другие причины эзофагита. То есть вот, то, что мы говорили. Если у пациента не сильно выраженная боль, если у него есть oral thrash, да, то, скорее всего, кандида, мы начинаем с флюканазол. Не помогает, мы идем на эндоскопию. Если очень сильная боль, нету кандидоза полустирта, да, мы начинаем с эндоскопии сразу. И дальше уже надо знать специфичную для каждой причины эзофагита картинку, да, то есть если мы видим так же, как в рту White Plex, да, то это, скорее всего, кандида. Да, мы так же лечим флюканазолом. Помните уже, когда вы говорили, если мы видим линейные язвы, это цитомегаловирус, да, мы его лечим гансикловиром. Вансикловиром или гансикловиром. Видим пузырики, да, так же, как при герпесе, ничего нового, да, мы лечим ацикловиром. Тоже одна из причин эзофагита. Либо могут быть автозные язвы, да, так же, как в полустирта. Ну, и лечим просто симптоматически, да, то есть модификация диеты и так далее. То есть обращаем внимание именно клиническую картину, с чем он к нам приходит. С чем еще ассоциирован ВИЧ? Тоже самое хай-ю, самое основное я подчеркнул. Это агрессивный сибирейный дерматит, да, не поддающийся никакому лечению. Всегда, когда видим пациента с агрессивным сибирейным дерматитом, ну, вот он у нас слева, да, то мы должны его проверить на ВИЧ. Еще агрессивный сибирейный дерматит, он ассоциирован, кроме с ВИЧ, еще с болезнью Паркинсона. Вот. Иммунная тромбоцитереническая пурпура, да, то есть мы сюда, когда видим тромбоцитопению, не ясной этиологии, всегда наш первый шаг, это что? Тест ВИЧ, тест гипотит С. Две самые частые причины. Менингит вызванный листерией, да, помните, мы говорили, то есть мы ВИЧ инфицированы, видим менингит, не подострый, не криптококовый, а обычный, то мы им добавляем еще к систреаксону и ванкомицину, мы добавляем ампицилин. Почему? Потому что только ампицилин, он покрывает элистерием. Дессиминированный моллюск, да, с пубковидными вдавлениями, особенно на области лица, необъяснимая потеря веса, да, такие общие симптомы, лимфоденопатия, необъяснимое повышение температуры, это все понятно. Дессиминированный тоже герпезостр, да, то есть мы видим не по одному дерматому, да, как обычно бывает, а мы видим, что множество дерматом с обеих сторон, да, то есть это именно характерно тоже для ВИЧ. То же самое, дессиминированные именно герпетические инфекции, то есть нам надо делать, если у больных ВИЧ очень часто неконтролируемые герпетические высыпания, да, то есть они даже, они получают профилактику цикловир, да, то есть для того, чтобы предотвратить их, и папиломовирус тоже. И также, что еще интересно отметить, что у этих больных преждевременная коронариатри дизизир, да, болезнь коронарных артерий. Как из-за ВИЧ самолу по себе, да, то есть эти пациенты больше предотвожены к инсульту, ой, к инсульту, прошу прощения, к инфаркту, да, к сердечной недостаточности. Также и как побочное действие препаратов, да, потому что есть препараты, которые вызывают липодистрофию, да, надеются на липоатрофию, да, то есть наоборот скелетоподобное телосложение, да, отсутствие подкожно-жировой клетчатки, да, то есть она наблюдается, она может наблюдаться практически при, как бы, в очень действии любых антивирусных препаратов. Как бы, добавляем еще к этому, что ВИЧ-инфицированные часто кахексичные. Кстати, для кахексии назначаются канабиноиды для повышения диастимуляции аппетита. И также еще липодистрофия может проявляться наоборот, как по типу Кушинга, да, то есть с накоплением характерным в области торса подкожно-жировой клетчатки, да, она тоже характерна для всех, но более характерна для ингибиторов протеаз. Мы о них тоже поговорим чуть позже. Да, и, естественно, эти пациенты, так как мы знаем, что они склонны к дислипидемии, да, мы проверяем липидный профиль и клещем-статинами. Вот. И также они, то есть, как мы уже видели, у ВИЧ-инфицированных часто встречаются кандидозные инфекции, да, но они обычно, то есть, либо кожные, да, либо выстилка внутренних органов, не системные, да, они инвазивные, потому что при ВИЧ, как мы знаем, страдают Т-лимфоциты, да, то есть, они отвечают за иммунитет от кандиды, да, то есть, на поверхностях. Если у пациента дефицит гранулоцитов, да, допустим, нитрофилов, допустим, при апластической анемии, то эти больные уже предрасположены к системному кандидозу. То есть, не только кожа, да, а системное проявление. Ну, вот еще, да, у нас фотография с малюстом кандидозом мы уже разобрали. И переходим к лечению. Ну, почему-то на USMD, на сетей на третьем степе любят спрашивать вот эти две вещи, да, ну, как бы они очевидны, что при инициации антиретровирусной терапии самое большое снижение смертности у тех, у кого CD4 был и так низкий, да, тут как бы учить нечего. И, то есть, как мы видим здесь, есть множество препаратов, да, самые основные это NRTI, да, это Nucleazide Reverse Transcriptase Inhibitors, да, то есть, это аналоги нуклеозидов, которые встраиваются, мы сейчас о них поговорим, да, и они, как бы, являются Chain Terminator, да, то есть, они не дают до конца синтезировать ДНК, да, и также еще НРТИ, это нонуклеозид, то есть, они работают по тому же принципу, просто цепляются в другом месте. NRTI, они, как бы, являются препаратами выбора, то есть, антиретровирусная терапия, она всегда состоит из трех препаратов. И, обязательно, два из трех, это должны быть NRTI, да, то есть, там уже смотрятся по спектру побочных действий. Третий препарат, это может быть что угодно. Чаще всего, советую сейчас ингибиторы интеграции, да, но это может быть ингибиторы и протеазы, и НРТИ, как бы, все смотрится по генотипу вируса, по там, есть ли какие-то определенные мутации в нем, и так далее. И, что важно помнить, что в то время, как пациент принимает лечение, да, нужно проверять вирусную нагрузку, для того, чтобы оценивать, есть эффективность, нет эффективности, потому что в течение четырех месяцев, вы видите, если идет ответ на лечение, вирусная нагрузка должна падать меньше пяти десяти клеток, да, в поле зрения. И, даже когда мы достигаем вирусной нагрузки ноль, никогда, ни при каких расстоятельствах, не прекращать антиретровирусную терапию. Да, потому что все равно вирус остается латентным, он никуда не уходит, больные перестают получать лечение, и вирус реактивируется. И неизвестно, отвечает ли он на лечение потом. Значит, по NRTI, да, мы помним, что они должны быть в схеме лечения два из них, да, мы видим основные тенофавир, M3-цитабин, это как бы самая часто используемая комбинация, да, вот эти два препарата. Абаковир, зидавудин, сейчас мы о некоторых поговорим. То есть мы сейчас не будем сильно тоже 20 фармакологий, но как мы и говорили, то есть смысл в том, что они, что это нуклеотиды, да, они как бы встраиваются в формирующиеся ДНК, да, растущие, да, то есть они встроились, да, но так как они являются модифицированные, то есть вы помните, что идет синтез от 5' к 3' к концу, да, так как у них модифицированные 3' к концу, да, то есть он заканчивает цепь, то есть она не формируется до конца, то есть вирус не может сам себя формировать в этом смысл. И побочные действия все дают супрессию костного мозга, то есть там фанцитопени, все дают лакт-ацидоз, да, липотрофию, о которой мы говорили, и именно самая часто тестируемая тоже на ЮСМЛИ, любят спрашивать, что зидабудин дает макроцитарную анемию, это советую запомнить. Также исходят, что могут спросить, это про абакавир, да, вот у нас тут, он вызывает очень сильную реакцию гиперчувствительности, там, вплоть до синдрома Стивенса Джонсона. У больных с определенной мутацией, вот этой, HLA-B57, неважно, запомните, что какой-то мутации, если вам для ЮСМЛИ, вы должны это вспомнить, вы это увидите. Поэтому, как бы, его не всегда используют, как бы, перед его назначением проверяют, нет ли у пациента этой мутации. и еще один хайют, это дитонезин препарат, потому что он вызывает панкреатит, так же, как азотиаприн, да, так же, как даже теозидные диуретики, как форосинит, это тоже нужно знать. НРТАИ, да, то есть, они работают почти так же, как НРТАИ, только чуть-чуть в другом месте цепляются. Из побочных действий, как бы, я советую запомнить только по поводу Ефаверенза, видите, он противопоказан при беременности. То есть, для ЮСМЛИ, это, скорее всего, вас попросит выбрать между схемой препаратов, если увидишь, что пациентка беременная, схема препарата, где Ефаверенз будет, его, как бы, не используем. Дальше, ингибиторы Интеграза, видите, их, в отличие от предыдущих групп, их легко запомнить по названию, видите, у них всех в названии Тегровер, да, Интеграза, Тегровер. Из названия тоже, то есть, мы говорили, они ингибируют Интеграза, вследствие вирус не интегрируется в клетку, да, то есть, все, что по ним, кроме названия, нужно запомнить, их характерное побочное действие, это миопатия, да, повышение кретинокиназа, как у статинов, как у фибратов, как у, да, в томице, на антибиотикам, и их, как бы, часто включают в Highly Active Antiretroviral Therapy, да, как один из трех препаратов, два NRTI, и часто включают, допустим, раутигровер. Ингибиторы протеаз, у них тоже у всех общее окончание, на вир, на вир. важно помнить две вещи, даже три, что один из препаратов, аретеновир, да, он ингибирует цитокром по 450, да, то есть, он ингибирует метаболизм очень многих препаратов, в следствии, он повышает их, он снижает их эффективность, да, то есть, больше препаратов, больше вещества, которые метаболизируют другие препараты, то снижается их эффективность, поэтому он никогда, наоборот, он, я прошу прощения, он, наоборот, он ингибирует, да, по 450, то есть, не происходит метаболизма препаратов, и их концентрация повышается, да, то есть, но его никогда не дают, как один из вот этих трех препаратов, и никогда его не дают, как единственный ингибитор протеазы в схеме лечения, то есть, его могут использовать только в том случае, если хотят достичь лучшего терапевтического, эффекта, да, и могут дать, допустим, аритенавир, и, допустим, инденавир, зная, что аритенавир сделает так, что концентрация инденавира будет выше, да, но, если вы отвечаете тест, если вы видите, что аритенавир, это единственный препарат, ингибитор протеаза, да, который оконечивается на вир, никогда не выбирайте этот вариант ответа, и из побочных действий, то, что мы говорили, характерное, это отложение подкожно-жировой клетчатки по типу кушинга, липодистрофия, да, и у инденавира это нефролитиаз, запомните, пожалуйста, тоже, то есть, мы стараемся более специфичные побочные действия учить, а не общая, там, тошнота, рвота, да, то есть, мы мы учим самые high yield. Дальше, препараты, если помните, с самого начала лекции, энкувертит, да, то есть, это препараты, которые, они ингибируют проникновение вируса ВИЧ в клетку, да, то есть, если помните, что GP41, да, GP120, он отвечает за взаимодействие с Т-клетками, а GP41, он отвечает за проникновение вируса через мембрану. Вот, энкувертит, он ингибирует GP41, вследствие, не проникает вирус. И маравирок, он ингибирует вот этот CCR5, да, помните, что мутация CCR5, она вызывает невосприимчивость к вирусу ВИЧ, да, то есть, это, CCR5, это коррецептор, который взаимодействует с GP120. Вот, как бы, там, новые препараты, некоторые их, некоторым их прописывают. Профилактика протонистических инфекций, как бы, при CC4, меньше 200, мы даем триметоприм сочетками тексозолом, потому что он покрывает и пневмоцистоз, и тексатозмоз, да, то есть, меньше 200, все должны быть на триметоприме. Про профилактику тяжелой геопатической инфекции мы уже говорили, да, то есть, у кого они неконтролируемые, то пациенты длительное время принимают ацикловие. И, по старым гайдам, раньше рекомендовалось сдавать профилактику от микобактерии авиаминтерцелуари при CD4 меньше 50, да, делалась она азитромицином. Но, как бы, по новым гайдам этого больше делать не надо. Да, то есть, заметили, что не так оно все-таки часто встречается. То есть, больше вреда от того, что пациент принимает постоянно лишний препарат, больше побочных действий, чем чем полица, да. Поэтому, по новым гайдам из профилактики только триметоприм, сульфометексозол и в некоторых случаях профилактика гистоплазмы, да, для тех, кто живет в эндомичных зонах. Но, это для ЮСМЛИ это вопрос да, и для нас в принципе тоже. По поводу Immune Reconstitutional Inferno Syndrome помните, мы говорили, то есть, это синдром, который возникает у пациентов, начинающих антиритовирусное лечение, да, то есть, это ухудшение симптомов, да, в первые недели от старта лечения. То есть, что мы с ними делаем, если он возник, продолжаем лечение, ни в коем случае не отменяем, да, можно симптоматически эти симптомы снять, не стероидами, да, в зависимости уже от симптомов. И, это та причина, помните, мы уже обсуждали, по которой мы не начинаем Heart, это High Reactive Anti-Retroviral Therapy, да, вот эти три препарата, два из которых NRTI, никогда не начинаем, ее, если пациент не принимал раньше лечение, и он приходит с сильной инфекцией, да, то есть, допустим, он приходит, как-то у нас был кейси с сильной, с выраженным пневмоцистозом, да, то есть, мы, мы лечим пневмоцистоз, да, ждем, недельки две стало лучше, потом уже начинаем Heart, потому что он еще больше усилит симптоматику заболеваний, будет хуже. И давайте еще одну задачку, 24-летняя медсестра получила случайно укололос игвой от веще положительного пациента, у пациента, от которого она укололос, CD4 количество 90, и вирусная нагрузка высокая. Что делаем дальше? Берем, тестируем на ВИЧ, начинаем антиретровирусную терапию тремя препаратами в случае, если тест будет положительный. Берем тест на ВИЧ, начинаем терапию тремя препаратами сейчас и даем их 4 недели. Тестируем на ВИЧ, начинаем сейчас тремя препаратами в течение 6 месяцев, тестируем на ВИЧ, даем один препарат, или берем или тестируем на ВИЧ и перепроверяем через пару месяцев, через 3-6 месяцев и лечим в случае, если сервология будет положительная. Отвечаем. в течею в тече, в тече, она вторая в трубе и перерези, не оттече, в тече, лучшую Ответ здесь у нас B То есть Post-Exposure Preflux Важно помнить Да, мы обязательно берем серологию Мы тестируем пациента на ВИЧ Но, во-первых, не забываем, что Он может быть отрицательный сейчас То есть мы не можем Основывать свое лечение На серологии, которую мы только сейчас получили И схема такая, что Лечится точно так же, как лечится ВИЧ Та же самая схема Три препарата, два из которых И все то же самое Етран, что делается месяц Четыре недели И потом перетестируем Смотрим Не Разлил ли пациент ВИЧ Три препарата Как лечим, так и делаем профилактику То, что мы говорили То есть делается После использования профилактики То есть Когда Любая жидкость Где есть видимая кровь Либо жидкость с высоким риском передачи Допустим, семенная жидкость Особенно, если там есть кровь Она попадает на незащищенные кожные покровы То есть это слизистая мембрана Оболочка Это может быть Какие-то повреждения кожные То есть Через кожное Если у кого-то Иглой случайно И вот Начинаем Лечение Как мы говорили Тенофавир и энтерцитабин Часто использующая схема Плюс Ингибитор Интеграза Например Либо другой препарат В течение четырех недель На четыре недели В течение трех дней С момента Контакта Чем раньше Тем соответственно лучше Поговорим в двух словах Про беременность И ВИЧ Значит Так как вы помните Что очень высокая Очень высокий процент Передачи ВИЧ Да Около Тридцати процентов От матери к плоду Да Поэтому Это очень важная тема Очень Плотно тестируется На втором степе На секе На третьем степе И для жизни тоже Нужно знать Значит Чтобы много Все это не читать Да То есть В принципе Те же самые принципы Нужно тестировать Нужно перепроверять Систематически Сиди 4 Да Все по старому Единственное Что Как бы Нужно начинать Лечение Ту же самую Антивитровирусную терапию За исключением Препаратов Которые Как Ефаберенц Мы говорили Что его нельзя давать При беременности Чем раньше Тем лучше Да То есть Мы не ждем Никаких Нерезультатов Нет И мы начинаем Лечить Для того Чтобы снизить Передачу Жевательно Некоторые Советуют Чтобы Один из этих Препаратов Был Сидовудин Да Он ЗДВ Аббревиатура Потому что Он Более других Препаратов Он Снижает Риск Трансмиссии Вируса К воду Да Это что касается Антипарту Периода Да То есть Во время родов Соответственно Мы избегаем Контактов Которые могут Повысить риск Риск распространения Да Контакта с кровью То есть Мы Не делаем Амниоцинтез Да Не Не Делаем Во время родов Рапчер Мембранис Да Для того Чтобы Индуцировать роды И Нам важно Наблюдать Посредством ПЦР Вирусную нагрузку Если У матери Вирусная нагрузка Меньше тысячи Да Она Как обычно Она уже получает Лечение Она его получает Дальше Тут ничего нового Но Если Вирусная нагрузка Меньше тысячи Она может Рожать Естественным путем Если Вирусная нагрузка Больше тысячи Это очень Очень Хай То что вы должны Знать В СМВ Вдобавок К лечению Которое Она уже Принимает Она обязательно Прямо во время родов Она получает Зидовудин Да Он Более других препаратов Снижает риск передачи И ей делается Кеслево сечение Да Для того чтобы Как можно Быстрее Эвакуировать Плод Для того чтобы Было меньше Контактов К крови И Дальше После родов Да То есть Для матери Ничего нового Надо лечиться Лечиться Всю жизнь Как принимала Терапию Так принимает Дальше Если У матери Была Вирусная нагрузка Меньше тысячи А ребенку Дается Полтора месяца Все тот же Зидовудин Либо больше Плюс Делается ПЦР Помните мы Говорили Что У детей Не вырабатывают Свои Айдеги Иммунно тела Поэтому До 18 месяцев Мы Делаем Детям ПЦР Для ВИЧ Если Была Большая Вирусная Нагрузка То есть После Кесарева А ребенок Получает Те же Самые Три препарата Как Получает Взрослый И Обратите Внимание Риск Передачи ВИЧ При Кормлении Грудью Около 40% Это Ни в коем Случай Даже Мать Которая Получает Лечение Не должна Кормить Ребенка Грудью Вакцины Для ВИЧ Последний Слайк У нас Потом Еще Пару Задачек Много Не будем Говорить Обращу Внимание Потому что Вакцины Допустим От Столбняка От Гриппа Общей Популяции Тут Ничего Нового Нет Обращаю Внимание Что Всем ВИЧ Нужно У кого Нет Иммунитета Вакцина Гепатита А Гепатита Б Тут Есть Особенность Что Вакцина От Вируса Поколома Человека В норме В календаре Прививок Она Идет До 26 Лет Для Девушек От 11 До 26 Для Парней До 21 Года Исключение ВИЧ Инфицированные Что Мужчина Что Женщина Все Должны Получить HPV Вакцину До 26 Лет Потому что Помните Что У ВИЧ Инфицированных Очень Высока Заболеваемость С Склейм С Карциномой И Обращаем Внимание Еще На Пневмококковую Вакцину Помните Что Есть Два Типа Пневмококковых Вакцин Конъюгированная Вакцина Цифра Это Количество Серотипов Пневмокока То есть Пневмококковая Конъюгированная Вакцина PCV 13 И Есть Полисахаридная 23 Смысл В том Что Полисахарид Взятый От Стриптоколка Он вызывает Очень слабый Иммунитет Для того Чтобы он Вызвал Более сильный Иммунитет Как Б Так И Т Клеточный Его Конъюгируют С другими Белками Потому Что Только Белки Могут Вызвать Более Мощный Иммунный Ответ Полисахариды Нет Поэтому Так Как ВИЧ Он Предрасполагает К Инфекциям То Дается ВИЧ Инфицированным Именно Пневмококковая 13 Валентная Вакцина Да То есть Так же Как и Другим Пациентам У которых Повышенный Риск Допустим Сепсиса От Пневмококка Да То есть Допустим Пациенту С сирфабитно-клеточной Анемии Да Из-за Асплини То есть ВИЧ И сирфабитно-клеточной Анемии Нужно Помнить Где Нужно Давать PCV13 Дальше Потом уже Можете посмотреть Спустя время Уже Мы Будем Ревакцинировать Уже более слабые 23 вакцины Но Начинаем Всегда С PCV13 Да И Вариселы ММР Помним Что это Живые Вакцины Да Живые вакцины Вы помните Мы Не можем Давать Беременным Не можем Давать Пациентам С иммунодефицитом Да Но При ВИЧ Их можно Давать Если CD4 Больше 200 Вот Нужно Заполнить Да То есть Когда меньше риск Аппаратонистических Инфекций Мы даем Если CD4 Больше 200 И исключение Когда мы можем Дать их И давайте Закрепим Двумя вопросиками И Я буду Рад ответить На ваши вопросы Значит 26-летний Мужчина Приходит В офис Из-за Периодической Боли В пояснице В спине По бокам Спины Его Матча Был окрашен В красный Цвет В течение Последних Неских Дней Он На ЧВ Положительный Принимает Как надо Лечение CD4 250 Креатинин 2 На Юриналузе Гематурия И Needle Shaved Crystals Игловидные Кристаллы Что Скорее Сего Является Причиной Его Симптомов Абаковир Да То есть Именно Побочное действие Каких-то Препаратов Абаковир Дидонозин Индинавир Зидовудин Или Рамтигравир Отвечаем Да Помните Мы Избрили Что Индинавир Вызывает Нефролитиаз Да Абаковир У нас Что Гиперчувствительность Допустим Синдром Стивенс Джонса Синдром Стивена Джонса Дидонозин Панкреатит Зидовудин Что У нас Вызывает Макроцитарную Анемию Да И Ингибиторы Интегразы Тегравир Они Вызывают Миопатию Да Они Повышают Креатин Инкиназа И Последний Бонусный Вопросик Для Самых Стойких 47 Мужчина Приходит С Сыпью На Коже В течение Последних Двух Недель Он Был Диагностирован ВИЧ 10 лет Назад Но Не Принимал Лечения Его Сиди 4 Пару Месяц Назад Был 100 Фотография У нас Есть Маленькие Паповые С Центральным Пубковидным Давлением В области Туловища И Верхней Поверхности Бедер Также Эти поражения Они покрыты Геморрагической Корочкой Какой Диагноз Кожный Криптококос Папилома Герпес Саркома Капоши Басоярный Ангиоматоз Склэм Селл Рак Кожи И Аллергическая Реакция На Противогрибковое Лечение Кто как думает Да, то есть На что у нас Похоже На Моллюска Контагиозный Моллюск А Вариантов Его нет Да, то есть Тут у нас Имеется Характерное С Попковидным Вздавлением Да Точно так же Как при моллюске Практически Одна картина Единственное, что При моллюске В принципе Не должно быть Вот этой Геморрагической Корочки Но Давление Такие же Да Я видел Один Правильный Ответ Это Эй Значит Криптококоз Да Который Нас вызывает Криптококовый Мингит Это Достаточно Хаилт Вопрос Да То есть Для Секея Кто Для Третьего Степа Кто Нацелен На Скор 250 Плюс Это То Что Криптокок Он Так же Может Кроме Мингита Вызывать Подобные Контагиозному Моллюску С Ковидным Давлением Высыпания Еще Кстати Из Подобного Тоже Из Интересного Да Пневмоцистис Да Который Вызывает Пневмонию Он Может Давать Тоже Высыпание Наподобие Но На задней Поверхности Ушно Раковины Спасибо За Внимание Ваши Вопросы Спасибо Вам Есть У кого-то Вопросы Мы Попробовали Пробежаться Тезисно Конечно Это Тема Которую Хочется Сказать Гораздо Больше Сказать Нет Что Но Не Все За Раз Спасибо Вам Продолжение следует...